В социальных сетях Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, признался, что приступил к съемкам в полнометражной картине. Для артиста роль станет кинодебютом. Он не раскрыл подробности ленты, но уточнил, что фильм будет крутым. Впереди еще много работы, но результат тот стоит. Пока ничего не расскажу больше, скоро все узнаете сами, заинтриговал певец. Шура подчеркнул, что будет не в роли массовки. Также музыкант поделился кадром со съемок, где читал сценарий в своем трейлере. Шура с детства мечтал связать жизнь с творческой специальностью. В 13 лет он впервые выступил в ресторане «Русь», где работала его бабушкой. Мальчик еще тогда показывал свою эпатажность. Для концертов он выбирал необычные наряды. К примеру, черную кофту с бахромой, лакированные туфли на высокой платформе и пальто до пяток. По словам певца, именно бабушка привила ему любовь к экстравагантности, так как сама симпатизировала такому. После школы Шура обучался на дизайнерских курсах в Риге, а затем переехал в Москву с намерением покорить столицу. Там он выступил в клубе «Манхэттен Экспресс», где познакомился со стилистом Алишером, с которым работает до сих пор. В 1997 артист записал свой дебютный альбом в сотрудничестве с композитором Павлом Есениным. Слава к певцу пришла после выхода клипа песни «Холодная луна», которая стала хитом. За треки «Ты не верь слезам и твори добро» Шура получил золотой граммофон. В какой-то момент волна популярности артиста постепенно спала. Певец очень тяжело переживал данный факт. По словам музыканта, в тот момент он начал принимать запрещенные вещества. Артист отказался от них после того, как врачи диагностировали у него серьезный недуг – рак. В 2017 году певец рассказал, что боролся с онкологическим заболеванием на протяжении пяти лет. Тогда он остался без денег, и многие коллеги от него отвернулись. Не бросили артиста только несколько близких, которые помогли ему с деньгами. По мнению музыканта, настоящим спасительным кругом, который окончательно вытянул его из онкологии, стала его собака Матильда. Однако на этом проблемы со здоровьем Шуры не закончились. В марте 2020-го артист перенес тяжелую операцию. Ему удалили грыжу в желудке, которая могла перерасти в злокачественную опухоль. Певец рассказал, что в течение нескольких дней чувствовал сильную изжогу, но больше его ничего не беспокоило. Тем не менее он решил обратиться к врачу, который обнаружил у артиста серьезный недуг. После операции медики прописали певцу строжайшую диету и запретили ему употреблять алкоголь. Кардинальная смена рациона пошла на пользу музыканту. За полгода он сбросил 30 килограммов и не останавливается на достигнутом, добавив занятия спортом в свою жизнь.